Какой тип белка лучше для ваших почек? С 1990 по 2010 год список основных причин смерти и инвалидности не сильно изменился. Сердечно-сосудистые заболевания были ведущие причины смертности и потери здоровья тогда и остаются такими же и сегодня. Ситуация с некоторыми заболеваниями стала лучше, например, с ВИЧ спит, но с некоторыми заболеваниями все стало хуже. Например, хроническая болезнь почек. Смертность от них исчисляется десятками тысяч и эта цифра удвоилась. Также есть сотни тысяч тех, чьи почки полностью не способны выполнять свои функции, которые нуждаются в пересадке либо в пожизненном диализе. И предположительно, каждый восьмой из нас уже имеет хроническую болезнь почек, знает он об этом или нет. И большинство людей, имеющих хроническую болезнь почек, об этом не знают. Около трех четверти больных данной патологии не знают, что их почки начинают отказывать. И это особенно тревожно, учитывая, что раннее диагностирование дает возможность замедлить прогрессирование и изменить течение болезни. Так что же мы можем сделать? Питание по западному типу, являющийся основным фактором риска нарушения функции почек и развития хронической болезни почек, также известно как мясосладостное питание или стандартно-американская диета вызывает нарушение почечного кровотока, воспаление, последующую утечку белка в мочу и быстрое прогрессирование почечной недостаточности. Столовый сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы связаны с повышением кровяного давления и концентрацией мочевой кислоты. Два фактора, повреждающие почки. Насыщенные жирные кислоты, трансжиры и холестерин, содержащиеся в животном жире и фастфуде, также негативно влияют на функцию почек. Употребление животного жира действительно может изменить структуру почки, а животный белок приводить к значительной кислотной нагрузке на почки, увеличивая продукцию аммония и повреждая чувствительные почечные клетки. Поэтому рекомендуется снизить потребление белка для предотвращения угасания почечных функций. Хотя проблема может быть имена в белке животного происхождения, а не в белке в целом. Для здоровья почек источник белка, животный он или растительный, может быть более важен, чем просто его количество. Употребление животного белка имеет выраженный эффект на функционирование почек, вызывая то, что называется гиперфильтрация, увеличивая нагрузку на почки. Это может помочь понять, почему часто развивается почечная недостаточность. Неограниченный прием богатых белком продуктов, что в настоящее время рассматривается как норма, может быть ответственным за существенные отличия в функции почек между современным человеком и его отдаленными предками, которые постоянно, но не всегда успешно пытались раздобыть мясо. Скорее, постоянная, а не перемежающаяся нагрузка белком, заставляет нас безостановочно использовать резервы почек. Это создает почкам мощный стресс, который предрасполагает даже у здоровых людей к прогрессирующему рубцеванию почек и ухудшению их функции. Это аналогично постоянному использованию двигателя на износ. С другой стороны, поступление эквивалентного количества растительного белка не вызывает подобных результатов. Например, порция мяса увеличивает нагрузку на почки в течение нескольких часов после приема пищи. Но прием растительного белка не вызывает ее увеличения. В этом эксперименте использовалась говядина, но другой животный белок вызывает такой же эффект. Съели порцию тунца, и в течение нескольких часов нагрузка на почки также увеличивается, как для почек диабетика, так и для почек здорового человека. Если вместо бутерброда с тунцом вы съедите бутерброд с сыром тофу с таким же содержанием белка, то увеличение нагрузки не происходит. И точно такая же ситуация с яичным и молочным белком. Такое же влияние на почки диабетика и здорового. Краткосрочные исследования показали, что замещение животного белка растительным белком, например, соей, вызывает меньшую гиперфильтрацию, меньшую утечку белка в мочу, а также замедляет износ почек. Долгосрочные последствия данного эффекта подробно не изучались до тех пор, пока не было опубликовано это исследование в 2014 году. Шестимесячное двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. Соевый белок против молочного. И выяснилось, что потребление сои способствует сохранению функции почек по сравнению с потреблением молока у людей со сниженной функцией почек. Аналогичные результаты были получены среди диабетиков. Даже изолированный соевый белок улучшает ситуацию, в то время как молочный белок ухудшает. В ситуации, когда почечная функция ухудшалась до состояния, когда происходит значительная потеря белка с мочой, диета, основанная на растительной пище, может помочь почкам заработать заново. Все происходит так, как если бы кто-то нажимал на переключатель. Вот уровень потери белка на стандартной низконатриевой диете. Переход на веганскую диету. Низконатриевую, веганскую. Низконатриевую, веганскую. Что происходит? Почему животный белок вызывает такую перегрузку, а растительный белок нет? Оказалось, что виноват воспалительный процесс, который запускается животным белком. Мы это знаем потому, что введение мощных противовоспалительных лекарств устраняет явление гиперфильтрации, утечки белка, происходящие в результате потребления мяса. Вот типичный стрессовый ответ почки на порцию мяса. Но вот он же только при введении противовоспалительного средства. И это подтверждает роль воспаления в воздействии животного белка на наши почки.